Добрый вечер! Как всегда на Первом Приднестровском программа «Вовремя». Прямо сейчас о самых важных новостях вторника. В студии Наталья Храмова. Смотрите в выпуске. Здравоохранение, образование и социальная защита. Правительству порочено сформировать специальные программы по решению проблем в отраслях. Сколько будет стоить хлеб? Цены на следующий год уже утверждены госслужбой. И новогоднее чудо. Акция «Доброе сердце» стартует в республике вместе с первым днем зимы. Сегодня глава государства принял участие в заседании президиума правительства. Обсуждались прогнозы экономической ситуации на 2013 год в контексте глобальных процессов, которые происходят в мировой экономике и оказывают влияние на приднестровских производителей. Речь шла и о возможных сценариях развития ситуации в социальной сфере Приднестровья с учетом демографических показателей и данных о том, что после 2013-2017 годов значительная часть трудоспособного населения Приднестровья достигнет пенсионного возраста. Кроме того, сегодня поднимались вопросы безработицы и проблемы трудоустройства молодых специалистов. Президент дал поручение правительству выработать программу предложений, направленных на создание привлекательных условий для экономических агентов, которые предоставляют рабочие места молодым специалистам. Даны поручения по оптимизации работы правительства и даны поручения оптимизации взаимодействия государственных органов власти и определены основные параметры бюджета на следующий год именно в части выполнения социальных обязательств государства перед нашими гражданами. Также президент провел совещание с членами правительства. Главной темой стала текущая ситуация в системе здравоохранения, образования и социальной защиты. Министры доложили главе государства о положении дел, обсудили планы и прогнозы на 2013 год и среднесрочную перспективу. Президент нацелил правительство на разработку и принятие эффективных решений, которые позволят снимать с повестки дня острые и наболевшие вопросы. Тема встречи – это, безусловно, ситуация в системе здравоохранения, в системе образования, в системе социальной защиты граждан. Наши планы прогнозаны на 2013 год. Наши подходы к необходимости реформирования тех или иных аспектов вопросов жизнедеятельности данных сверх государства. Что мы можем в этой непростой и сложнейшей ситуации сделать максимально возможным для того, чтобы повысить эффективность данной системы через принятие мер, решений, то ли на уровне правительства, то ли на уровне президента, то ли на уровне законодательного акта. Министр здравоохранения Василий Гуменный сообщил, что в республике проводятся мероприятия по профилактике туберкулеза. В ближайшие месяцы планируется открытие второго в Приднестровье отделения для лечения пациентов с таким заболеванием. По словам Василия Гуменного, в числе актуальных проблем – дефицит современного оборудования, а также высококвалифицированных кадров, особенно в сельской местности. Сегодня около 64-62% у нас предпенсионных и пенсионного возраста медицинских работников. Сегодня университет выпускает очень достаточное количество набор специалистов. Сегодня набор зачисляется примерно где-то около 140-150 абитуриентов и студентов, а выпускает всего лишь одну треть их, 50 студентов и будущих медиков. Поэтому вопросы сейчас становятся серьезные, как их удержать. Вопросы решались и с жильем, приставление жилья и подготовке вообще специалистов. Президент поручил разработать комплекс мер, который позволит привлечь молодых и высококвалифицированных специалистов в систему здравоохранения и повысить мотивацию их труда. Кроме того, глава государства дал ряд указаний, связанных с приобретением нового оборудования для медицинских учреждений республики. Еще одна тема совещания – ситуация в учреждениях Министерства просвещения. По словам министра Светланы Фадеевой, ведомство проводит работу по оптимизации структуры отрасли. Особое внимание уделяет также вопросам повышения качества образования на всех уровнях. Так уже создана рабочая группа, которая проведет ревизию качества подготовки педагогических кадров. По результатам этой ревизии в адрес президента будут представлены предложения о том, как нам сегодня реформировать в республике качество высшего педагогического образования. В Приднестровье пробируются новые образовательные стандарты, по примеру, России. Кроме того, особое внимание уделяется сельским малокомплектным школам. Здесь требуется повышение качества обучения. Кадровый вопрос также в числе актуальных для системы просвещения республики. Весь спектр проблем и пакет предложений для их решения президент предложил участникам совещания обсудить на заседаниях правительства и выработать специальные программы. Юлия Горлова, Александр Савюк, Первый Приднестровский. С 1 января 2013-го в госпитале инвалидов и ветеранов Великой Отечественной откроется новое отделение – неврологическое. Оно разместится на третьем этаже главного корпуса и займет помещение, которое раньше было закреплено за отделением нейрохирургии. Как в госпитале собираются проводить реорганизацию и повлияет ли открытие нового отделения на работу остальных, узнавала Татьяна Коркина. Оказать льготной категории населения больше квалифицированной помощи – одна из главных причин появления нового отделения, рассказывают в госпитале. Чтобы создать неврологическое, говорит главный врач, из трех отделений – сосудистой хирургии, кардиологии и аллергологии – будет убрано по 10 стационарных мест. В сумме получается 30 койек, которые будут перепрофилированы в неврологические койки. Это будет отделение госпитальной неврологии. Госпитальные – в том плане, что будут оказывать помощь только льготной категории граждан. А других каких-то реорганизационных моментов у нас не ожидается. В отделении кардиологии проходить стационарное лечение могли максимум 60 пациентов. В прошлом году здесь добавили еще 10 мест. Но сегодня такого большого количества пациентов, как в 2011-м, нет, уверяют в отделении. Поэтому никто не пострадает, если у них заберут добавленные места. Решение о том, чтобы создать отдельное госпитальное неврологическое отделение, я приветствую. Для моего отделения мы были на 60 койек, мы справлялись всегда, нет проблем. Те больные, которые имели неврологическую патологию, они получали в комплексе лечебных мероприятий, в кардиологическом отделении, они ее получали. Но все-таки, когда на первом плане выдвигается именно их патология, будет лучше, чтобы с ними работал специалист по профилю. Если отделение кардиологии ничего не потеряет с уменьшением мест, то аллергологи уверены, их отделению просто необходим стационар. В первую очередь потому, что пострадают пациенты, которым нужна экстренная госпитализация. Особенно в период, так скажем, сезонных обострений, она была полностью загружена. В зимнее время, да, у нас, к сожалению, сезонная аллергия больше распространена, чем круглогодичная. Но в зимний период поступают больные с хронической крапивницей, которая очень сильно рецидивирует в зимнее время, с дерматитом, с той же самой аллергической астмой на фоне порозы. Поэтому я не могу сказать, что койка не была полностью загружена. Кроме того, говорит аллерголог, в республиканской клинической больнице, куда и переведут стационар отделения, не оказывают ряд медицинских услуг. Например, лечение аллергической бронхиальной астмы. Это будет уже разрозненная помощь, потому что койки будут в одном учреждении, а врач будет в другом учреждении. И, в принципе, для меня, естественно, что можно сказать, что служба будет прервана. Руководители госпиталя уверены, врачи не пострадают, и меньше работы от такой реорганизации у них не станет. Но не все специалисты так оптимистичны. Татьяна Коркина, Игорь Харламов, Первый Приднестровский. До следующей осени стоимость основных сортов хлеба вырастет не более чем на 5%. Хотя от хлебокомбинатов поступали предложения поднять цены до 40%. Об этом сегодня объявили в госслужбе цен и антимонопольной деятельности. Сколько будет стоить хлеб, знает Степан Бугаев. Больше всего на цену хлеба влияет стоимость муки. Представители госслужбы цен и антимонопольной деятельности провели расчеты, а затем консультации с мукомолами республики. По их итогам объявлено, что предельная отпускная цена на муку для хлебопечения не изменится и останется на уровне этого года. Основным производителем муки у нас является и остается по-прежнему терраспольский комбинат хлебопродуктов. По итогам расчетного периода, который прошли 11-й год и полугодие, видно, что предприятие довольно стабильно работает на рынке, имеет доходы при этом немалые. Несмотря на засуху, в Приднестровье собрали пшеницы в 2,6 раза больше, чем потребности республики, напомнил Виталий Улитко. В госслужбе считают, что нет предпосылок для значительного повышения цен на хлеб, хотя такие предложения были. На следующий год предельно отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия повысится до 5%. Предложения доходили до 30-40%. Но с учетом, в первую очередь, госслужба цен на антимонопольную деятельность ориентируется на платежеспособность населения и на последующий прогнозный год. На ближайший год установлены такие предельные цены. В магазине батон славянский может подорожать максимум на 10 копеек, с 2 рублей 40 копеек до 2,50. Булка славянская высшего сорта сейчас 3,80, предельно допустимая цена 4 рубля. Тираспольский батон подорожает не на рубль, как предлагал хлебокомбинат, а на 10 копеек. И этого достаточно, чтобы предприятие работало с прибылью выше 15%, сообщили в госслужбе. Степан Бугаев, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Сегодня состоялось очередное заседание арбитражного суда. В ходе него была рассмотрена касационная жалоба службы госнадзора на решение арбитражного суда о признании частично недействительным предписания службы госнадзора в отношении одной из коммерческих фирм. В ходе плановой проверки швейной фирмы Дакине служба госнадзора выявила нарушение трудового законодательства. Как считает служба государственного надзора ПМР, во время простоя предприятия работникам не были выплачены положенные по закону компенсации. По результатам контрольного мероприятия нам было выдано обязательное для исполнения предписание, которое обязывало в отношении тех работников, которые находились в период простоя, без сохранения заработной платы, начислить определенные выплаты. Однако организация посчитала данное предписание необоснованным и незаконным, в связи с чем обратилась в арбитражный суд для защиты своих прав. Руководство предприятия настаивает, работники ушли в отпуск по собственному желанию, соответственно и выплачивать им ничего не должны. Сегодня у фирмы нет денег на выплаты, которые значатся в предписании госслужбы. Вопрос стоит о существовании предприятия вообще. Фактически, речь идет, что защищая интересы работников, служба государственного надзора поместит их в ситуацию, которая гораздо более худшая. В октябре один из пунктов предписания, вынесенного службой госнадзора, арбитражный суд признал недействительным. Сегодня служба госнадзора обжаловала решение суда. Кассационную жалобу службы государственного надзора на решение арбитражного суда от 16 октября 2012 года по делу 831.12.12 удовлетворить частично. Решение арбитражного суда от 16 октября 2012 года по делу 831.12.12 отменить. Производство по делу прекратить. Арбитражный суд пришел к заключению, что данное дело ему не подведомственно, так как в нем рассматриваются трудовые отношения, а не экономические. Мы будем требовать исполнения данного предписания и защиты трудовых прав граждан, которые были нарушены по, скажем так, обстоятельствам, независимым, как ни от работодателя, ни от работника, но, тем не менее, защитить данные права необходимы. Фактически стороны пришли к тому, с чего начинали. Если предприятие вновь откажется исполнять предписание службы госнадзора, судебные тяжбы продолжатся, но уже в Тираспольском городском суде. Андрей Малеван и Тимофей Чекан, Первый Приднестровский телеканал. Будут ли со следующего года продавцы сигарет зарабатывать больше? Верховный совет рассматривает законопроект, который в два раза снижает предельный размер пошлин для фирм, возящих табачные изделия в Приднестровье. Предложение вызвало критику, и по нему депутаты дважды переносили голосование. Но на завтра вопрос вновь включен в повестку сессии Верховного совета. Появятся ли у высокодоходного бизнеса дополнительные льготы? Об этом в нашем следующем сюжете. Если завтра депутаты проголосуют за уменьшение предельных ставок пошлин, прежде всего на табак, то в следующем году бюджет Приднестровья может недополучить более 10 миллионов долларов. Это цена дополнительной господдержки фирм, которые завозят в Приднестровье сигареты. Для сравнения, 10 миллионов долларов. Это деньги, на которые можно по всей республике увеличить пособие по рождению ребенка в 4 раза. Столько, сколько недополучит бюджет, ровно столько ляжет в карман наших экономических агентов, которые занимаются импортом табачной продукции. Соответственно, на 10 миллионов долларов увеличится прибыль тех экспортеров. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Он немного изменен и теперь известно. На спиртосодержащую продукцию размер пошлин пересматриваться не будет. Но если законопроект пройдет и второе чтение, завозить табак станет выгоднее. Уже с нового года предельные пошлины на этот вид деятельности будут снижены в 2 раза. Зачем такие льготы? Надо ввозить товары полезные для здоровья. Слежать налоги на их ввоз, а не сигареты абсолютно не нужны людям. Это не главный продукт в жизни. Наоборот, нужно повысить налоги, чтобы запретить курение в общественных местах, на улицах. Ну, в маркетинг мы, конечно, лезть не будем. Но я, допустим, считаю, что вообще спиртные напитки и табачные изделия продавать не рекомендуется вообще. Курение – это зло, это вред. Это, вам скажу прямо, что это убивает человек себя постепенно. Если депутаты снизят верхний предел пошлины, государство недополучит не только от ввоза сигарет, поясняют таможенники. Дело в том, что сейчас чаще всего пошлина уплачивается, исходя из стоимости перевозимого товара. Если экспортер укажет меньшую сумму, он и в бюджет заплатит меньше. Чтобы фирма специально не занижала стоимость товара, законом установлена так называемая специфическая пошлина. Ее величина рассчитывается различными ведомствами, исходя из средней стоимости каждого товара. Например, при провозе того же табака предприниматель уплачивает пошлину, но ее размер не может быть меньше трех долларов за тысячу сигарет. Это такая форма страховки, говорят таможенники. Если после принятия законопроекта ее не станет, государство будет получать доходы не с реальной стоимости ввозимых товаров, а только с той суммы, которую укажет сам предприниматель. Я могу на данной категории конкретный пример привести. На сегодняшний день, в 2012 году, средняя стоимость одной пачки сигарет составляет чуть более двух рублей. В принципе, если мы проанализируем рынок и увидим, что такой цены на сигареты у нас на территории республики как таковой нет. Это предоставит определенным недобросовестным экономическим агентам играть со стоимостью импортируемого сырья, занижать стоимость. По словам представителя таможенного комитета, в нашу республику завозят табачных изделий в три раза больше, чем потребляется всеми жителями Приднестровья. К нам уже сейчас поставлять сигареты выгоднее, чем заниматься этим же бизнесом в Молдове или Украине. Нужна ли отдельным фирмам дополнительная поддержка за счет государства? Мнение депутатов на этот счет, вероятно, мы узнаем уже завтра. Степан Бугаев, Игорь Донченко, Первый Приднестровский телеканал. В здании госадминистрации прошел первый в современной истории Каменского района прием граждан по личным вопросам министром внутренних дел республики. Не каждый гражданин может приехать в Тирасполь, например, с Каменки. Поэтому, как бы, идя гражданам на встречу, приезжаем сюда с тем, чтобы непосредственно вживую пообщаться, чтобы услышать мнение людей с первых уст. На прием к министру записалось 12 человек. В большинстве случаев жители района пытались уточнить, насколько правомерными были действия сотрудников правоохранительных органов в тех или иных случаях. Руководитель министерства разъяснил, что для объективного рассмотрения жалоб необходимо услышать мнение обеих сторон конфликта, ознакомиться с имеющимися по делу материалами. Только после этого может быть дана объективная оценка ситуации. Кроме того, не все вопросы, поднятые на приеме, входят в компетенцию МВД. Я думаю, что это связано с тем, что такой визит был впервые. Я сегодня на нашей встрече попытался гражданам объяснить, что я могу ответить только на те вопросы, которые входят в компетенцию Министерства внутренних дел. Много вопросов, считает министр, возникает по причине того, что не всегда сотрудники милиции в полной мере разъясняют гражданам их права и обязанности. Изменить ситуацию непросто, но вполне возможно. И такие приемы должны этому способствовать. Продолжаем выпуск. На месте гибели первых защитников Приднестровья в Дубосарах появилась Липово-Дубовая роща. Небольшой сквер заложили ученики одной из школ города совместно с депутатами и жителями микрорайона Большой Фонтан. Почти 40 лет своей трудовой деятельности Екатерина Димитришина посвятила сельскому хозяйству. В минувшие выходные она, как опытный наставник, рассказывала и показывала старшеклассникам, как правильно надо сажать деревья. Мы выкопали хорошую яму, обрезали чуть-чуть корневую систему, посадили, утрамбовали землю. Теперь ты поливай. Это дерево, ты придешь, когда вырастешь уже, будешь женатым, с детьми своими придешь и посмотришь. Второе дерево от дороги ты посадил, но здесь погиб молодой человек Олег. Ты знаешь, он, наверное, был таким, как сегодня ты. Поэтому это вдвойне достойно. 2 ноября 1990-го на этом месте погибли первые защитники Приднестровья – Владимир Готко, Валерий Митцл и Олег Гелетюк. Несколько лет спустя на месте трагедии дубосарцы установили памятную стелу. С тех пор здесь всегда живые цветы, а о смелости и мужестве земляков учителя рассказывают на уроках истории. В этом году акцию «Посади дерево памяти» педагоги объявили делом добровольным. Желающих оказалось много. Решили сегодня посадить деревья в честь тех людей, которые погибли на этом месте. Я думал о том, что вот я здесь посажу дерево, да, это будет все красиво. И, возможно, кто-то скажет, да, вот когда-то в таком-то году такие-то 11-классники посадили дерево. И у меня так становится так хорошо на душе. По весне мы еще хотим досадить березку, кустарник цветущий, облагородить эту территорию, чтобы сохранять память и передавать ее потомкам. Госадминистрация в этом году уделила особое внимание благоустройству этой территории. Тротуарной плиткой были выложены дорожки к роднику и поклонному кресту. В планах также капитальный ремонт фасадной стены природного источника. Анжела Каранчук и Виктор Миличук, Первый Приднестровский. 1 декабря в республике стартует акция «Доброе сердце». Совместно с госадминистрацией городов Террас-Поледнестровск Банк ипотечный проводит 20-дневный марафон по сбору средств и пожертвований для нуждающихся детских учреждений Приднестровья. Подробности в нашем следующем сюжете. Под Новый год принято верить в чудеса. И не зря. В столичной специальной школе учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Им очень сложно, а порой просто невозможно подняться на второй этаж. И здесь давно мечтают о гусеничном подъемнике. Совсем скоро эту мечту воплотят в жизнь. В госадминистрацию обратилось руководство коррекционного учебного заведения, специализированного для детей-инвалидов, о приобретении гусеничного подъемника. Но, к сожалению, сегодня госадминистрация не может выделять финансовые средства в таком объеме, как необходимый для приобретения вот этого подъемника. И мы обратились с просьбой о приобретении этого оборудования к руководству банка ипотечной. В свою очередь банк не только откликнулся на призыв о помощи, но и выступил со встречным предложением. Совместно с госадминистрацией Тирасполя и Днестровской ипотечной начинают 20-дневный марафон добрых дел. В акции «Доброе сердце» может принять участие любой желающий. Для этого можно перечислить деньги на указанный на экране счет. Все собранные средства пойдут на помощь специализированным детским учреждениям. Мы собрали заявки, попросили указать, что самое необходимое, первостепенное нужно им приобрести. Заявки были абсолютно разные. От памперсов до компьютеров, телевизоров, строительных материалов для ремонта и так далее. По окончании акции будет представлен отчет о том, куда пошли деньги, какие счета оплачены, что было подарено. Помогать таким деткам, как наш, это очень великое и правильное дело. Спасибо вам большое. И я выражаю эти слова благодарности не только от себя лично, но и от лица родителей. Акция «Доброе сердце» становится уже доброй традицией для нашей республики. В прошлом году банк ипотечный смог помочь 14 учреждениям специализированного типа. И все благодаря неравнодушным людям. Сюзанна Авакян, Александр Зубков, Первый Приднестровский телеканал. К другим новостям. 12 декабря 2012 года. Этот день запомнится приднестровцам не только магическим совпадением чисел. Именно 12 декабря состоится конкурс республиканского масштаба «Мисс Приднестровье-2012». Сегодня во Дворце Республики прошел отборочный тур. Кто будет бороться за титул «Самое красивое» знает наш корреспондент. В холле Дворца Республики обстановка слегка нервозная. Почти 70 девушек со всего Приднестровья. В своих силах уверена каждая. Однако жюри не обманешь. Хотя каблуки непременно требуют дефиле, свой рост должен быть не меньше метра 70. Кроме того, есть и другие критерии. Возрастной. От 14 до 26. Естественно, приятность, внимание к себе. Чтобы она была старательная, хорошо училась, следила за собой, чтобы была добрая. И смогла достойно представить нашу республику. А представлять нашу республику победительница будет на конкурсе «Мисс Мира». Но сначала нужно завоевать титул «Мисс Приднестровья». Девушкам предстоит пять выходов. Это национальное представление, затем в спортивной форме, в купальниках и в финал. Организаторы конкурса говорят, что зрителей и самих участниц ждет сюрприз. Лучших будет определять очень компетентная жюри. Мы надеемся, что жюри у нас будет очень представительное. На сегодняшний день мы ведем переговоры с Российской Федерацией о приглашении ведущих российских актеров, телеведущих. И надеемся, что с Европы у нас тоже будут представители жюри. В основном это, конечно же, будут мужчины, которые смогут по достоинству оценить женскую красоту. Первый этап отборочного тура, второй, самый сложный. Из почти 70 претенденток осталось всего 28. Когда ходите, не торопитесь. Шаги должны быть маленькие. Вы женщина, вы никогда не опаздываете. И вот после долгих обсуждений члены жюри называют номера тех, кто примет участие в конкурсе. 18 самых красивых, умных и талантливых со всей республики. 12 декабря они узнают, кто из них лучше. А пока им предстоят репетиции и долгая, упорная работа над собой. Возможно, мы действительно подружимся с ними и сможем жить одной крепкой семьей. По крайней мере, эти две недели. В Большом зале Дворца Республики обстановка слегка нервозная. Первый бой выигран, но главное сражение еще впереди. Юлия Горлова, Наталья Хромова, Тимофей Чекан. Первый Приднестровский. Для терраспольских боксеров сезон в самом разгаре. Любители оспаривают чемпионские звания на домашнем ринге, а профессионалы выясняют отношения в клубном чемпионате мира. Об этом подробнее расскажет наш спортивный обозреватель Юлия Саракопут. Александр Рыжкан продолжает выступать в рамках клубного чемпионата мира. Третий сезон мировой боксерской серии терраспольчанин проводит с киевскими атаманами. В этой команде наряду с Сашей принимают участие такие знаменитые боксеры, как Василий Ломаченко, Евгений Хитров, Александр Усик, который является олимпийским чемпионом и лучшим боксером 2012 года. Василий Ломаченко – двукратный олимпийский чемпион. Очень престижно быть в одном с троёх с такими великими боксерами. В минувшее воскресенье украинский клуб провел первый выездной поединок с немецкими орлами. Одну из двух побед для атаманов принес наш боксер. Терраспольчанин вышел на ринг против француза Рыдуана Эслума и победил с единогласным решением судей. Что касается командной гонки, киевляне проиграли с общим счётом 3-2. После двух туров в их активе два очка и пятое место в группе. Следующий бой украинцы проведут также на выезде. В Милане 8 декабря команда Рыжкана сойдётся с победителями прошлого сезона итальянским клубом. Тем временем терраспольские одноклубники Александра Рыжкана боксировали на домашнем ринге. Ежегодный международный турнир памяти Ростислава Шустова и Дмитрия Додиани собрал спортсменов из России, Украины, Молдовы, Абхазии и Азербайджана. Сильнейших рассудили 9 финальных поединков. Открыла заключительную программу победы Евгения Иваниченко. В самом лёгком весе распольчанин обошёл боксёра из Азербайджана с разногласием судей 2-1. Затем успех столичной команды укрепил Михаил Катионов в весовой категории до 81 килограмма. Победа над Петром Чибану ему принесла очередную медаль родного турнира. Хозяева ринга завоевали ещё три серебра. Второе место занял иробничанин Андрей Бабий. Юлия Срокопут, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. По сообщению Гидромедцентра, 28 ноября ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 2 до плюс 5. Днём 7-10 выше нуля. По северу республики ночью 1-4, днём 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». Это была последняя информация выпуска. Всего доброго. До встречи на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя. Внимание! Только в магазине техники «Фокстрот». Безпроцентный кредит на все товары. Переплата по кредиту составит 0%. Расстрочка – это просто. Выбери технику и длительность расстрочки в магазине «Фокстрот» и забирай товар. Магазин техники «Фокстрот». Комфорт и цены – одно удовольствие. Центральная улица города Террасполя, 25 октября, 98. Телефон 7207. Редактор субтитров А.Семкин «Фокстрот».